всем привет с вами дмитрий урсул и сегодняшнее видео из категории автоматизирую это мы рассмотрим плагин от фирмы waves hdl и это обычный делай плагин который был симулирован старыми по старым точнее всяким пленочным делаем ну тут много было вариантов зашиты можно в мануале почитать чем вдохновлялись разработчики то есть это не конкретная модель какого-то реально существующего пленочного дела и а скажем так основные параметры взятые за основу с пленочных дела и сделан этих параметрах но в этой в этих в этой серии видео автоматизирует и мы будем скажем так пробовать менять разные параметры плагина в реальном времени и ну скажем так выставлять оценку того насколько можно вообще автоматизировать эти параметры то есть насколько это ценно для с точки зрения художественности ну скажем так то есть такой некий попробуем сделать обзор конечно будет субъективным скорее всего но так или иначе попробуем это сделать то есть что что имеется ввиду то есть у нас в данном случае есть такой пример небольшой здесь просто несколько инструментов и вот на вокале таки точнее вокальных чопах у нас здесь я поставил вот этот вот плагин давайте послушаем как все это звучит без то есть такой обычный танцевальный луп и что мы можем сделать весьма используем я здесь поставил этот плагин в insert то есть у меня здесь ручка драйвает стоит не полностью на вот потому что мне нужно слышать сухой сигнал у меня здесь нет привязки к темпу у меня все в миллисекундах и здесь есть вот варианты настройки разных параметров то есть этот депс это модуляция самих делаешь ты чтобы не был такой плавающий пич как это было реализовывалось на старых ты делаешь когда замедляли ускоряли пленку здесь есть фильтр встроенный самих дела и в то есть дела и у нас будут фильтроваться есть фидбэк ну и собственно ручка времени то есть данном случае нет привязки к темпу поэтому у меня есть ручка времени в принципе это все параметры которые здесь можно как-то видоизменять в реальном времени все остальное оно такое ну также drive от конечно можем увеличивать фидбэк но так или иначе давайте попробуем в реальном времени поменять эти параметры посмотреть как это влияет на непосредственно звук наших вокал чопов ну самое первое что можно сделать это попробовать фидбэк поменять то есть к мы ставим большой фидбэк у нас можем такой сделать эффект как такого бесконечного повторения сейчас даже для этого специально наверное продублирую эту партию сюда чтобы больше после нее ничего не было то есть таким образом вот можем в реальном времени вот эти параметры менять и собственно это все будет записываться то есть у нас вот этот фильтр он фильтрует сами дела и таким образом можно такие вот классические и станциальной музыки эффекты делать когда у нас дела и очень долго повторяется и в реальном времени он как бы начинает фильтроваться каждый следующий повтор он чуть более отфильтрован чем предыдущий это очень интересный эффект он всегда классно работает ну собственно давайте включим режим летч для этого мы здесь можно сказать и собрались включаем режим летч на канале и попробуем в реальном времени что-то здесь покрутить в этом плагине вот нас так быстро получился принципе вот такой эффект то есть и сейчас мы посмотрим что у нас здесь вышло то мы можем даже пораньше чуть увеличить фидбэк фидбэк после 100 он начинает как бы сам себя ну скажем так заводить то есть он не теряет свою мощь как обычный делай а он наоборот начинает возрастать поэтому если хотим такой фриз эффекту где-то районе 100 можно держать и потом работать с фильтрами но я это все делал естественно мышкой это не очень удобно поэтому сейчас мы здесь подправим сделаем побыстрее эту фильтрацию может быть и верхний фильтр тоже сделан побыстрее и сведем на нет чтобы он как бы растворялся послушаем можем даже сделать покруче этот срез чтобы он сразу начинался и здесь тоже сделаем пораньше и давайте попробуем также изменить этот параметр depth и рейд ну сильно дэв оставить не буду потому что слишком начинается какая-то уже что-то такое не художественная какая-то такая скажем шиза но в некоторых жанрах такое может прокатить на каком-то инструменте ну давайте попробуем рейд плавно увеличить принципе эффект интересный получается опять включает режим watch может быть даже чуть чуть пораньше сделаю давайте попробуем счет все таки степом поиграть чуть ну вот под самый конец канал у нас очень уже начинается быстрая вибрация в принципе можно его увеличить то есть такой получается что делай превращается такой некий шумовой эффект чем-то на белый шум похоже то есть можно такие делать растворение не очень банальные а такие более интересные давайте еще раз запишем это тоже начну чуть пораньше точнее должны наоборот попозже и парище когда у нас уже рейд достигает более высоких значений то есть очень хороший вариант для модуляции то есть принципе все вот эти параметры мы сейчас смодулировали в реальном времени и эффект достаточно интересный в том числе и фидбэк в атерпо спробуем то же самое сделать со временем дела я сейчас возьму наверное вот эту часть сейчас просто замитируем эти кусочки и возьмем этот цикл до нашей автоматизации так 330 меня начальная . сейчас переключим в ритм на всех случаях чтобы пока не записывать изменения так и включу сразу фидбэк здесь сделаю тоже в районе 100 что у нас был больше повторов 330 ну то есть таким образом можно например изменяя параметр это дело и можно сделать такую некую остановку либо наоборот разгонку то есть тут по-разному но потом конечно нужно уводить просто фидбэк но давайте собственно так и сделаем то есть мы сейчас пропишем изменение скорости здесь к примеру даже включена режим touch у нас вернулась в исходное положение так и то же самое сделаем здесь уберем просто фидбэк под конец на 0 чтобы у нас эту песку уже не было слышно чтобы он как бы перестал повторение генерировать но можно даже более наверное как-то сделать это другому закону такому более резкого то есть принципе эти параметры тоже автоматизируемые в обе стороны то есть так у нас получается такая разгонка а есть например где-нибудь здесь сделать скажем так какую-нибудь коду и закончить например все параметры здесь уберу и закончить например такую нашу импровизицию импровизированную композицию где-то здесь сейчас я тоже скопирую сюда этот сэмпл то можно наоборот прописать повышение повышение скорости постепенно и так но если только нужно открыть фильтр конечно же ну и в конце тоже стоит закрыть дела и повторения ну что-то такое не очень музыкально но это больше наверно связано из наших этого рейта сейчас я она здесь тоже уберу попробуем без него ну что-то такое да очень создательная получилось но идея думаю вы поняли то есть по сути по сути у нас здесь автоматизируются практически все основные параметры и при этом это звучит достаточно музыкально кстати так то он здесь еще есть кнопка low-fi так единственно только я выйду из режима watch но он работает сам как такой некий фильтр то есть он чуть понижает качество сами повторения поэтому в принципе его особо смысла нет то есть можно все сделать этими фильтрами но что я думаю что с этим плагином мы сделали все что только можно ну конечно можно drive это тоже также повышает то есть можно сочетание сухого сигнала и обработанного менять мы потом его убрать то есть все это тоже можно автоматизировать давайте тоже это сделаем ну и в конце как вы убрали но это все примеры то есть по сути здесь можно автоматизировать все всему найти применение то есть этот параметр этот параметр этот 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 тоже в принципе ну то есть такие основные параметры все автоматизируются поэтому так с точки такой художественная наверно поставил на 9 может даже 10 баллов по 10 балльной шкале именно по автоматизации то есть что все основные параметры если автоматизировать можно получить интересные какие-то эффекты естественно мы сейчас пытались все сразу объять за один раз то есть это вряд ли где-то будет использоваться часто но тот или иной параметр каждый раз можно по-разному автоматизировать и таким образом получать вот такие интересные спецэффекты поэтому принципе этот плагин не только как дела и хорош обычный но и хорош для вот таких вот каких-то разгоночных тем или для каких-то таких фильтров аранжировочных как вот здесь то есть это звучит очень всегда стильно и любую аранжировку даже самую такую не изысканную как вот здесь у нас то сегодня три инструмента сделать достаточно интересный то есть если эти эффекты применять очень грамотно в нужных местах и с нужными партиями то можно действительно украсить очень сильно свой продакшн сделать его гораздо интереснее насыщеннее и непредсказуемой для слушателя ну что ж на этом в этом видео все в следующих видео из этой категории мы обязательно также поэкспериментируем с автоматизации каких-то других плагинов я буду стараться выбрать такие самые интересные не всегда может быть они все будут настолько автоматизируемыми как этот плагин то есть все это я в реальном времени вместе с вами тестирую мне самому интересно и вот я решил в таком формате это все записывать если есть какие то вопросы или есть какие-то пожелания может быть у вас есть какой-то плагин который вы бы хотели посмотреть как можно автоматизировать пишите в комментариях под этим видео я посмотрю и может быть что то из того что у меня есть в арсенале действительно рассмотрю в следующих видео и попробуем тоже это про автоматизировать с вами был дмитрий урсул всем успехов в творчестве экспериментируйте увидимся всем пока